Добрый вечер дорогие друзья, рад приветствовать вас в буквоеде на Невском 46 и сегодня у нас в гостях профессор, доктор медицинских наук, автор различных книг, в том числе научно-популярных, которые успешно служат медицине уже более 40 лет, Игорь Квитной, дорогие друзья. Игорь Моисеевич, спасибо большое, что нашли возможность сегодня с нами пообщаться. Спасибо вам. Игорь Моисеевич, у вас примерно год назад вышла книга «Путешествия по миру медицины», мы с вами планировали очную встречу еще более года назад, к сожалению из-за пандемии все планы были нарушены, как и у всех в этом мире, записывали видеоинтервью и сегодня наконец у нас появилась возможность пообщаться вживую здесь на Невском 46, поэтому, коль скоро главным поводом для встречи, опять же, послужила книга, попрошу вас немного рассказать об этой книге, как велась работа и как вообще появилась идея ее написания. Спасибо большое, мне очень приятно снова быть в буквоеде, я люблю этот магазин, я вообще считаю, что это лучшая книжная торговая сеть в Российской Федерации, может быть даже и за рубежом, я там тоже бывал в книжных магазинах, но буквоед – это приятно, особенно буквоед на Невском, ну какое-то светлое, хорошее создание, интеллигентные люди. Нормально слышно? Да. Большой выбор книг, очень хорошо все расставлено, очень легко, так что мой вам респект и благодарность, ну можно сказать, за нашу уже какую-то дружбу и сотрудничество. Спасибо большое, очень приятно. Книга на самом деле, вот она перед вами стоит, она получилась случайно, как и многое в этом мире получается случайно, потому что вообще книга от двух авторов. Мой соавтор, выдающийся российский, советский патолог, академик Михаил Александрович Пальцев, мы с ним дружим и сотрудничаем, у нас много и научных статей общих, и монографий, и у нас коллективы общие, вот тут сидят молодые люди, это Екатерина Миронова, это моя сотрудница, кандидат медицинских, биологических внук, тоже работает в нашей команде. Матвей, это мой внук, а вот мой аспирант из Вьетнама, хоп, то есть у нас такая, сейчас еще, может быть, люди подойдут, я к тому, что у нас большая молодежная команда, и поэтому ведутся всякие беседы, не только научные, и медицинские, и общечеловеческие. А Михаил Александрович Пальцев, он возглавлял самый крупный медицинский вуз страны, Московскую медицинскую академию имени Сеченова, сейчас это университет медицинский, он возглавлял более 20 лет и превратил его действительно вот в такой один из передовых медицинских вузов Европы. Сейчас он возглавляет Центр молекулярной иммунологии в Московском государственном университете, он является его почетным профессором. Я это к чему говорю? Что он постоянно сначала сам учился, потом учил, как профессор заведующей кафедры, потом стал ректором, и где-то более уже 40 лет он крутится среди студентов, среди абитуриентов. Ну я до уровня ректора не дорос, но тем не менее я тоже уже более 40 лет преподаю, сейчас преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете на медицинском факультете, возглавляю большой центр в институте фтизиопо-иммунологии молекулярной биомедицины. То есть мы живем в медицине уже более 40 лет и не только занимаемся наукой и врачеванием, а еще и учим студентов. И мы видим парадоксальный факт, что достаточно большое количество абитуриентов, молодых людей, поступая в медицинский институт, вообще не представляют, зачем они это делают. Да, они слушают маму и папу, бабушек и дедушек, тут первоначально в этой книге был подзаголовок, который издательство посоветовало снять по ряду причин. Там было написано, что это путеводитель по миру медицины для тех, кто хочет стать врачом и для тех, кто ничего не понимает в этой специальности, но советует ею заняться. Потому что, понимаете, медицина это вообще, ничего, что я так отвечаю долго. Замечательно. Меня иногда спрашивают, а что такое медицина вообще? И ведутся дискуссии на различных конгрессах. Вот что такое медицина? Это наука, это ремесло, это искусство. Вообще что это такое? И вот я в своей книжке, в предыдущих, и здесь мы проводим мысль, что медицина это сплав. Вообще и наука, это естественно, наука, физиология, анатомия, химия, ну, это рукоделие. А как хирург без таланта? Это же все равно, что лепить скульптуру, да, вот делать какие-то операции. Ну, пусть, ну, есть операции полостные, ургентные, срочные, там, да, особой эстетики нет. Там надо остановить кровотечение, зажить язву, например. А есть же операции, модулирующие органы, восстановительная хирургия, конечно, тут нужно ремесло. Искусство это, искусство. Поэтому это очень сложно. И если вы возьмете диплом после окончания медицинского института и посмотрите на вкладыш по специальностям, что человек изучал, то это уму непостижимо. Я когда иногда беру свой диплом, у меня выпадает этот вкладыш, я так смотрю, думаю, это анатомия, кистология, цитология, бриология, акушерская гинекология, 4 хирургии, 5 терапий, глазные болезни, биохимия, биофизика. То есть это 6 лет упорного труда. Если ты хочешь действительно стать грамотным врачом, упорство. А кроме этого, это обучение иногда не в очень приятной обстановке. Это хорошо, если это гистология, ты через микроскоп изучаешь строение клетки. А если это анатомия, а тем более патологическая анатомия, то это вскрытие. А это не самая приятная атмосфера. И поэтому люди часто говорят, да зачем нам это все надо, эти нагрузки уходят. Некоторые бывают такие случаи, и не девочки, чаще, а мальчики. Падают в обморок на анатомии от запаха формалина. И обучение ведется на умерших. Чтобы человек ощущал. А если это операция, и, например, это операция по удалению какой-нибудь загрудинной саркомы, это большая кровопотеря. Это, извините за выражение, орущие хирурги, иногда от безысходности, а иногда потому что рвется аорта. Но это не для слабонервных, иногда. И поэтому большой отсев. И поэтому мы решили написать книгу, которая не привлекает в профессию, а наоборот. Вот на последних страницах этой книги написано, ты прочел эту книгу? А вот теперь хорошо подумал. Надо ли тебе заниматься медициной? Надо ли, во-первых, 6 лет упорно учиться? Не спать ночами, чтобы быть на дежурстве, спознавать профессию? Надо ли тебе потом... Ты давал клятву Гиппократа, это вообще не пустые слова. Если ты настоящий врач, то ты отчасти себе не принадлежишь. Потому что, ну я вот, например, не могу себе представить, что даже если я сейчас клиникой не занимаюсь, а занимаюсь молекулярной патологией, то даже если я слышу в электричке или в самолете, если есть кто-то врач, пожалуйста, подойдите, например, в шестой вагон, я иду. Понимаешь, что, слава Богу, может быть, прибегут гораздо более опытные. А если не прибегут, я все равно врач. Ну вот, понимаете, есть какой-то человек, и ты подумай, хочешь ты заниматься этой профессией или нет. Подумал, хочешь, слава Богу, молодец, иди к нам, занимайся, читай эту книгу, другие, все. Не хочешь, мы тоже достигли своей цели. Да, я не хочу умолять другие профессии, но есть гораздо более. Я, например, вообще хотел стать историком искусства. До сих пор жалею, что я не стал искусствоведом. Не потому, что я как-то брезг по медицине или чем-то, но вот я так устроен, мне до сих пор нравится искусство, читать про художников, анализировать как-то. Ну, жизнь сложилась так сейчас. Не тема этого разговора, почему я тоже не жалею, я много чего достиг в медицине, мне интересно и прочее. Ну, вот так эта книга складывалась. А когда мы там пишем послесловие, мы решили немножко посутить. Вот Матвей подтвердит, что этого не было, но тем не менее в книге мы написали. Мы написали, там мы пишем, кому мы посвящаем, для кого написана эта книга. И одним из абзацев там написано, и что когда мы отдыхали, и мы дружим с семьями, и между нами бегают наши внуки, у Михаила Саныча три, у меня один, и задавали нам такое количество медицинских вопросов, что нам надоело уже отвечать на все их вопросы, мы решили написать. На самом деле они нас вопросами не мучили особенно, но тем не менее. Вот так сложилось. Книга написана необычно, или это будет второй вопрос? Про сюжет. Пожалуйста, рассказывайте, хотел спросить, по те факты, которые вошли в книгу, как отбирались? Был ли какой-то специальный отсев и совет, какие факты войдут в книгу, какие нет? Ненастоятельно ли, специально ли вы искали какие-то факты, как раз, ну такие, наиболее сложные? Тогда я немножко скажу о сюжете. Значит, ну действительно, описать же всю битвину невозможно. Мы решили, тем не менее, как-то построить эту книгу, так, чтобы было все-таки интересно юному читать. Ну не будешь же просто писать, или Ильич Менщиков родился в таком-то году, получил Нобелевскую премию за открытие иммунитета, ну сухо, да? А вот здесь написано 12+, но на самом деле нет, ну конечно, мы вообще писали книгу для абитуриентов. Мы хотели, чтобы эту книгу прочитали ученики 9-х, 10-х, 11-х классов и вместе с папами-мамами. Это как бы книга для, конечно, это уже для взрослого, так сказать, юноши. Вот, мы даже участвовали в номинации премии просветителя, которая называется Тин Ток для тинейджеров. Вот, мы вошли в короткий список. Мы стали как бы дипломантами короткого списка. Нам премию не дали, премию дали за книгу Ляли Кондоровой, как слушать музыку. Но, тем не менее, в число 4-х в шот-лист мы вошли, и жюри отобрало именно в эту категорию, тинейджеров, то есть для подростков. И книга действительно так задумывалась. Ну а чтобы было интересно читать, мы придумали такой, как бы, романтический сюжет. Книга написана в эпистолярном жанре. Молодой человек и девушка обмениваются личными письмами, потому что они познакомились на круизном лайнере, который плавает по северным столицам Европы. Он, российский мальчик, закончивший медфакт университета в Питере, она испанская девушка, которая закончила медфакт в Мадриде. И когда они на корабле знакомятся, они узнают, что помимо того, что они оба закончили, и они молодые врачи, так они еще имеют и, как бы, наследную профессию. Она праправнучка великого испанского нейробиолога Рамона Кахаля, а он праправнук известного российского питерского кушара Дмитрия Отточей, институт на стрелке Васильевского острова. На самом деле это выдуманные персонажи, то есть их не было. Но вот так идет рассказ. И она ему рассказывает, что ее интересует и волнует в медицине, что она считает важным, а он рассказывает ей, что ему кажется важным. И таким образом книга состоит из восьми глав, там и о хирургии, и о терапии, и о покусках, и мы стараемся все теперь. Какие послужили сюжеты? Это же вот, понимаете, ну, если считать, что медицина зародилась во времена Гиппократа, это какой-нибудь там, может быть, меня молодежь поправит, где-то какой-то шестой век нашей эры, да, или что там. Ну, это какая-то масса столетий, конечно, тут открытий. Масса и все, вот как быть. И мы решили привлечь молодежь. Вот Екатерина Сергея Миронова внесла, можно сказать, большую лепту, и ей тут тоже благодарность. Мы привлекли нашу молодежь, у нас до появления хопа-аспиранта были одни девушки, он вот разбавил сейчас нашу молодую группу, вот. И мы собрали девушек, говорим, девушки, хотите вот участвовать в создании такой книги, да, хотим. Вот мы вам даем шесть месяцев, и вы гуляете по интернету, ходите в кубличку, что хотите. Вот читайте книги про медицину, про открытие, вот все. И вот через шесть месяцев составьте свой каталог. Вот какие открытия вы считаете наиболее эпохальными, наиболее важными, какие факты интересными, все такое. Вот семеро девушек принесли нам эти списки, и мы с Михаилом Александровичем решили, что мы вычеркнем то, что нам кажется менее важным, оставим то, что важно. И когда мы вычеркнули то, мое важное, приплюсовали с его важным, а многое совпало, и вот получилась там определенная плеяда открытий и достижений, которые действительно являются эпохальными, которые... вот у меня до этой книги вышла книга для взрослых, которая называется «Жизни ради жизни». Я ее специально так назвал, как бы постулируя то, что великие медики часто жертвовали, ну не впрямую, они не умирали своими жизнями, но они отдавали свои жизни для того, чтобы улучшить, продлить жизнь других. Так вот мы постарались здесь осветить такие моменты, когда, например, действительно медицинское открытие либо продлевало жизнь, либо делало ее в новом качестве, более осмысленную. Ну то есть, но и в то же время мы писали о неудачах, о разочарованиях, чтобы вообще как бы не показалась медом медицинская профессия. Ну вот так писали. Спасибо большое, Игорь Моисеевич. Не могу не спросить, а личность какого деятеля или какое открытие в медицине впечатлили вас в свое время больше всего? Когда вы только начинали заниматься медицинской? Нет, ну одного-то назвать, конечно, невозможно. Можно несколько... Да, есть, понимаете, очень много выдающихся открытий, но вот если вот так сочетать значимость научного открытия с чисто человеческой судьбой и, может быть, каким-то родством душ и характеров, которые мне наиболее близки, и как бы я не могу сказать, что они более великие, но они для меня более интересные, ну как для специалиста, может быть, ну и значимые. Ну, конечно, я не могу в смысле хронологии поставить это на первое место, но по значимости я вообще считаю, что открытие антибиотиков — это вообще открытие всех веков и народов, потому что антибиотики были открыты Флемингом, вы это знаете, в 40-х годах, в конце 30-х годах, когда уже Вторая мировая война началась, началась в 41-м году, началась не Вторая мировая война, началась и Великое Отечественное, а Вторая мировая война началась в 39-м году. И вот первый антибиотик Флеминга как раз был открыт в 39-м году, на рубеже 40-х веков. Вот можно сказать, что до 43-го года, 1943-го, то есть это вот близкое, так сказать, прошлое, если у человека развивалась гнойная инфекция, 90-90% людей были обречены на гибель. Вот не было такого препарата, который бы мог бороться со стафилококком, с гнойной инфекцией, и, ну, либо человек выживал из-за того, что у него организм активный, молодой, ну, либо, ну, все бывает в жизни. Мы знаем случаи, когда злокачественные опухоли четвертой стати с метастазами вдруг репрессировали, есть такие случаи. Но подавляющее большинство данных – это заражение раны или какой-то гнойный процесс, это заражение кровью, сепсис, это некрозы омертвения внутренних органов, в том числе и сердце, в основном сердце, смерть и так далее. И открытие антибиотиков, открытие пенициллина просто полностью переломило эту ситуацию. Вот просто в 43-м году, вот до 43-го года потеря раненых, которые были ранены на фронтаж уже Великой Отечественной, Второй мировой войны, если в живот, то вот до 43-го года в животе в силу анатомического строения и содержимого желудка и кишечника, гнойная инфекция при ранении возникает мгновенно и протекает бурно очень, развивается сепсис. Они были обречены. И введение 5-ти миллионов доз антибиотика пенициллина прерывало этот процесс. То есть это вообще было какое-то чудо. И когда Флеминг умер, а те из вас, кто бывали в Лондоне, бывали в Соборе Святого Павла, видели, что там похоронены три великих англичанин. И на них написаны фамилии. Нельсон, Веллингтон и А.Ф. Инициалы. Вот Нельсон и Веллингтон написаны полностью. А есть А.Ф. Это Александр Флемингтон. Так вот, когда его хоронили, центр Лондона был перекрыт, потому что приходили прощаться. А его коллега Майкл Роуз, выступая на травмной церемонии, сказал фразу, которая стала эпистолярно-канонической. Он сказал, открытие Флеминга спасло столько человеческих жизней, сколько не спасали все медицинские открытия вместе взятых. Это, может быть, небольшое преувеличение, но оно близко к истине. Значит, вот открытие антибиотика Александра Флеминга. Ну, еще это такое романтическое, блестящий человек был такой весь из себя, Кристиан Барнард, который пересадил, сделал впервые трансплантацию сердца. Причем это было в Кейптауне, в Южноафриканской республике. Никто не знал Барнарда до этого. Ну да, его знали местные там коллеги, что он талантливый врач, хирург, и вдруг на весь мир журнал «Тайм» на обложке, марке, всемирная известность. Он впервые пересадил Луису Вашканскому сердце. Человек прожил 23 дня, потом умер, к сожалению, потому что не могли преодолеть трансплантационный иммунитет. Он пересадил второй раз Филиппу Блайбергу, тот прожил 6 месяцев. И вот этот знаменитый портрет, когда Блайберг держит в руке банку со своим сердцем, которое изъято из его груди, а ему вставлено сердце молодой девушки Луизы Дарваль, которая погибла в автомобильной катастрофе, и оно 60 суток билось в его груди. Это что, не феноменально? Это просто, понимаете, пусть там 15 дней. Ну, я понимаю, да, для больного это, но это просто, если вы вообще когда-либо сталкивались с операцией на сердце, ну, это нечто, ну, не подвластное, как бы, человеческому разуму. Вот оно бьется, потом его искусственно останавливает, работает аппарат искусственного кровообращения, оно мертвое, потому что на пульсирующем же сердце нельзя произвести операцию. Там, предположим, ставят клапан или что-то делают, а тут пересадить сердце. Это надо сшить 6 магистральных сосудов, но это крупные, это аморты, это понятно, но еще примерно 150 артериал мелких, под микроскопом, не говоря, уже восстановить иннервацию. Ну, понятно, что это не шьется вручную, есть автоматы, но, тем не менее, это труд. И потом, оно на какое-то мгновение молчит, и это самый опасный, ответственный момент при операциях на сердце. Любая операция на сердце, и пересадка, и устранение порока, ведется с аппаратом искусственного кровообращения. Аппарат работает за сердцем. И вот анестезиолог, реаниматор, хирургу говорит, «Вы закончили?» Ну, там не так говорят, не мозг, а в другом тоне, и все. Ну, типа того. Ну, что, ребята, встали, закончили, да, запускать? Запускай. И вот он останавливает. Ну, аппарат искусственного кровообращения, предварительное, введя лекарственные препараты, которые, ну, типа адреналина, которые заставляют сердце биться. И вот работал аппарат, шла систола, диастола, ну, сердечный ритм, аппарат отключился, и ровная линия. И всего пять минут. Максимум. Лучше бы не достигать даже пяти минут. И вот оно или само начинает, или дефибриллятор, или опять остановка запускна. В общем, тут все. И вот эта фраза, когда Барнард пересадил сердце Вашканскому, и остановили аппарат искусственного кровообращения, и фраза Барнарда прозвучала на весь мир. Оно пошло. И новое сердце забилось. Ну, вот это вот вторая, как бы сказать, история. Ну, и третье, чтобы не утомлять вас, хотя я могу назвать много, это, конечно, Леонардо да Винчи, потому что он не врач. Но до сих пор, если вы посмотрите Виндзорскую коллекцию, Леонардо да Винчи, она сейчас и издана, и даже продается в рисунках. Я ее веду в Волочию, но она открыта для посещения, если вы будете просто... Ну, часть ее в Милане есть. Вот. Это же просто непонятно, как это можно в эпоху Возрождения, не будучи врачом, да и врачи еще этого не знали, как можно нарисовать такие атмосы анатомических сочленений, всяких суставов, костей, там, ребер и все, которые послужили основой для создания аппаратов. Он еще при этом создавал всякие аппараты и фигуры учебные для обучения студентов. Ну, это вообще... Ну, это все равно, что... Вот я не знаю, инопланетяне есть или нет. Если их нет, тогда вот, например, как там, пирамида Хеопсона или даже Исаакиевский собор. Я уважаю Монферрану, но я не очень... Я сколько не подхожу к этой вот... к объяснению, как они поднимали колонну, я себе этого... представить без подъемного крана как-то мне сложно. И вот... Не, ну, наверное, это было, конечно. И вот как Леонардо да Винчи своим просто правительским умом представил и нарисовал все это и рассчитал всякие там дуги и отклонения, которые теперь подтверждаются до миллиметра и на этом работают всякие аппараты костно-сшивающие и прочее. Вот как это было сделать в 1600 каком-то там, в 43-м году. Это, конечно, тоже... Ну, конечно, Мечников Ильич это вообще романтическая история, но это можно отдельно рассказывать, историю открытия клеточного иммунитета. Вот благодаря клеточному иммунитету Мечникову мы еще как-то с коронавирусом пытаемся справиться, а не было бы фагоцитоза. Кто знает, что было. Игорь Моисеевич, опережая конец нашей встречи, логичный вопрос о творческих планах, хоть скоро истории действительно очень много и многие могут спорить между собой по значимости. Не ведется ли какой-то работа над продолжением, нет ли планов еще одной с историями, которые не на ваших все-таки по тем или иным причинам? Нет, ну, во-первых, эта же книга не первая, она просто для детей. Вот у меня есть книга «Жизни ради жизни». Там просто описаны какие-то биографии великих медиков, которые, я считаю, оставили свои эпохальные открытия. Вот есть книга, которая называется «Молекулы жизни» или «Ученая гастроль». Это книга о моих зарубежных поездках, о работах. И там я пытаюсь писать и о городах, и университетах, в которых я работал, и там же пишу о тех открытиях, потому что ну, это были же поездки профессиональные, и поэтому ну, вот поэтому как бы ну, уже кое-что писали. Специально писать еще одну книгу, а книги же вообще специально не пишутся, понимаете? Это же, я же не профессиональный писатель, который встает утром, и как вот Юрий Олеша, который знаменитый детский писатель, у него была книга мемуаров, которая называлась «Ни дня без строчки». Вот он просто говорит, он и рассказывал на встрече с читателем, и я могу это подтвердить. Вот эта книга писалась не очень легко, хотя она написана неплохо, я не хвастаюсь, ну, просто она действительно такая. И издана хорошо, и художник прекрасный, Альбина Петрова, с нами работала, о ней можно отдельно рассказывать, но все равно это же, видите, понимаете, труд, да, там вот помогала Катя, другие там девочки, был материал, но ты же это должен все равно все как-то рассмыслить, понять, представить, поэтому иногда ты себя заставляешь, потом расписываешься. Иногда, вот я сегодня с вами, ребятам поделился, я сейчас полчаса сидел в Екатеринском скверике, у Екатерины Второй, и на меня вдруг снизошло вдохновение. я посмотрел на людей, масса толпы, туристов все, я думаю, слушай, вот как тебе повезло все-таки, вот люди приезжают, шуют что-то на ходу, фотографируются, а ты можешь в любую минуту вот сесть на метро, проехать к Екатерине, надоело пойти к медному всаднику, захочешь, там сядешь на кораблик, и я написал такие несколько глупые и не очень качественные стихи, но тем не менее, вот появилось такое чувство какое-то, я никогда стихов не писал вообще, я их читать не буду, вот, я просто хочу сказать, что, ну, это же как-то наитие какое-то, вот, поэтому специально мы не думаем про эту книгу, мы сейчас работаем, вернее, работали, пока это приостановилось по некоторым причинам, значит, мы думали написать книгу про волшебные молекулы, про молекулы жизни, которые вообще же весь человеческий, организм, сейчас это уже установлено, вот эта система регуляции нервно-иммунно-эндокринная, на самом деле это молекулярная регуляция всех процессов жизнедеятельности, вырабатываются различные сигнальные молекулы, которые от клетки к клетке передают различные сигналы, и тогда возникает либо нервный импульс, либо гормон выделяется в кровь, там, скажем, сахар снижается, повышается, но запускается каскад всех реакций, вот мы хотели вычленить такие наиболее крупные ответственные сигнальные молекулы, типа там гормонов, там, например, инсулин, половые гормоны, кроме этого еще масса новых, нейропередатчиков, и так далее, и написать вот такую книгу про волшебные молекулы, осложнилась, дело с финансированием проекта, может быть, мы еще вернемся к этому, вот такая мысль была, а продолжение как в этой книге, и, ну, меня вот другое удивляет, я уже как-то говорил у вас, я еще раз пользуюсь случаем, что я в буквой я не присутствую, мы когда писали эту книгу, мы же должны были найти издателя, и вот, есть такое издательство, молодая мама в Петербурге, ее директор Виталий Родин, его, к сожалению, сегодня нет, вот, они вот издали такую чудесную книгу, собственно говоря, на свои средства, потому что мы их убедили, что книга уйдет в лед, вот мы, вы издадите такую книгу, да что вы, это любая мать, любой отец купит для сына, для внука, там, и все такое, а вы знаете, а книга не очень хорошо распространяется, причем вот, когда ты проводишь какие-то встречи, и в своем круге, она, ну, практически тиражка раскуплен, но, все-таки, я вообще думал, что, ну, вот, ну, я, может быть, на себя ориентируялся, да я приду, в буквоет стоит такая книга про медицину, да, и для детей, и для всей семьи, иллюстрированная, и стоит всего там 600-700 рублей, конечно, я ее куплю там, не очень, и поэтому, хотя, вот, может быть, Дмитрий меня поправит, я вообще иногда смотрю, какие книги покупают, за какие деньги, это очень непредсказуемо, понимаете, ну, иногда просто отры берет, вот, стоят новые книги, какие-то там, ну, хорошо, если это эротика, сентиментальная романа, это ладно, наверное, есть свой контингент, но бывает же просто, какая-то чушь, фантастика издается, ее просто покупают, а вот книга, вроде, да, это не потому, что я пытаюсь ее продать, но просто, вот, интересно, поэтому, ну, не знаю, пока вот, я сейчас другую книгу задумываю, вообще не имею еще отношения к медицине, нет, хотя она имеет, потому что она связана со мной, но я вообще ничего говорить не буду, потому что, ну, я все-таки скажу одну фразу, может, я ее сделаю, у меня тут скоро будет круглая дата, не буду говорить, какая, можете в интернете посмотреть, википиаде, вот, я хочу, соответственно, количеству своих лет, выбрать в своей жизни столько эпизодов, вот, равное количество, этих лет, случившиеся в разные годы, чтобы это не было, ну, например, один эпизод, с которого бы я начал, это то, что я начал жизнь с привкусом шампанского, на губах, вот, все с молоком, а я с шампанским, и это реальный, реальный факт, я даже думал, может быть, книгу назвать, жизнь с привкусом шампанского, я родился 31 декабря, год не буду говорить, в 23 часа, 20 минут, до Нового года, 40 минут, в городе Хабаровске, потому что, мой папа, был коммунист, закончил высшую партийную школу, и его судьба направила в Хабаровск, руководить, культурным строительством, и там я у него родился, новогодний вечер, мама два дня меня родить не может, у него вторичная родовая слабость, у черта на куличках, Хабаровск, время предновогодняя, извините, головка находится в полости малого таза, значит, надо либо вынимать, либо меня бы не было, ну, хорошо, что папа был обковский работник, и хорошо, что это был Хабаровск, куда возвращались, либо репрессированные, великие медики, либо туда убегали, талантливые медики из Москвы, чтобы их не нашли, и не репрессировали, и был там провесор, Якобинский, один из выдающихся, акушеров-гинекологов, и папа просто за ним приехал на квартиру, в то время, он думал, что его приехали арестовывать, когда ему сказали, что это и запкома, ну, а папа у меня нормальный человек, ну, культурный, он сказал, профессор, я вас прошу, он сказал, ну, конечно, поедем, я врач, и все такое, и он меня вытащил, извините за такие подробности, щипцами, то есть у заголовка торчало, он сказал, слушайте, ну, что, надо успеть Новый год, встретить, и говорит, ребенок уже торопится, двое суток никак вытянем, мы с чем будем стимулировать, давайте щипцы, под мою ответственность, и я появился на свет, время было без 10, 12, ну, а Яковинский, там, когда он появился в клинике, то папа был уже никто, Яковинский проехал, дежурная бригада, он говорит, давайте шампанское выпустим, вы что, Новый год-то, все такое, и тут я, еще в смазке, что-то там под маминым боком, мама в полупрострации, папа испуганный, и дежурная бригада, и Яковинский, ну, разливай, в мензурку, шампанское, ну, я говорю, малышу, помажьте губы, пусть он войдет в эту жизнь с привкусом шампанское, все, мне помазали, мама говорит, я орать стал, как бешеный, вот такие эпизоды разные, можно описать, ну, и заодно, что, все равно, это будет, будет, все про профессию, про медицину, потому что были, ну, например, хотите, еще расскажу, по-настоящему, он, вот, Дмитрий меня спросил, какие открытия, меня поразили, а я сейчас вспомнил, когда я вам это рассказываю, это нельзя назвать открытием, потому что это, это методика, это операция, но тем не менее, наверное, было лет 10 назад, я был в Израиле, читал лекции в университете в Иерусалиме, ну, лекции по молекулярной патологии, совсем все, и профессор, который меня сопровождал, я закончил лекцию, он сказал, слушай, давай я тебя отведу сейчас в нейрохирургическую клинику, ты увидишь такое, что ты вообще никогда в жизни, еще лет 15, 20, 30, нигде не увидишь, давай, значит, есть такая болезнь Меньера, может быть слышно, это когда патология мозжечка, происходит атрофия коры мозжечка, там есть такие клетки, Пуркиньер, они атрофируются, и человек как бы живет и существует, но он не понимает своей ориентации в пространстве, потому что мозжечок это орган равновесия, то есть, вот он лежа, например, может говорить, а встать он не может, он просто не может, значит, половина, смотря с какой, какой полушария мозжечка, перекрестная иннервация, поэтому у него может либо слух теряться с одной стороны, либо с другой, кроме этого, затрагивается выше лежащий отдел ствола головного мозга, у него наступает температура на эти сбалансирования, и он вообще не понимает, вот он лежит, мерзнет, и говорит, сегодня зима, ему говорят, нет весна, какая весна, то есть, ну вы понимаете, человек вроде есть, а существовать он не может, он, ну, дезориентирован полностью, лечить можно чем угодно, есть масса каких-то средств, есть, ну, и колдуны какие-то, и все, но болезнь фактически не излечит, лекарственными средствами, значит, излечение одной пересадки мозжечка, вот если достигнуть эффективной трансплантации пересадки мозжечка, до человека можно спасти, сейчас пересадка органов спасает достаточно много людей, мозжечка не очень, развита, а пересадка сердца, в общем-то, стала рутинной операцией, главное, подобрать донора по 48 из-за антигенов, существует Европейский банк, люди ждут очередь, но, во всяком случае, это уже стало почти рутинной пересадкой, люди с пересаданным сердцем, у меня лично знакомая профессор Джулия Джулия Боллок из Лондона, она была пациенткой, которая одновременно пересадили сердце легкое, она после этого прожила 19 лет, а сейчас наш коллега и уже можно сказать друг, потому что Екатерина у него работала, даже в лаборатории, проведора Мазаколи, из Рима в Италии, он живет с пересаженным сердцем, уже сколько, уже наверное лет 10, да, бегает, в теннис играет, я даже не знал, он просто, мы были на конгрессе, и мы что-то шли быстро, он говорит, слушай, надо посидеть, что-то у меня сердце жмет, я говорю, а что, у тебя слабое сердце, он говорит, так это не мое, я говорю, как тут, а мне пересадили, вот так вот, глядя на него, ну просто, то есть я, а пересадка мозжечка, это все-таки не отработанная еще методика, и только в двух центрах в Амире, это в Иерусалимской клинике, на этой хирургии, в Израиле и в Базеле, в Швейцарии, делают пересадку мозжечка, и швейцарские хирурги в основном разработали эту методику, израильтяне присоединились, но они в основном все-таки взяли уже на вооружение, это вообще двадцать восьмой век, значит, операционный зал, естественно, ты стоять там не можешь, все, ты сверху купол, ты смотришь, оперируют одного человека на мозжечке три бригады девушек, девушек, жаль, нельзя положить микрофон, потому что это надо изображать, значит, стол операционный, лежит пациент, ну там, сестры, все такое, все закрыто простынями, обнажена голова, делается репутационное отверстие, видим мозжечок, все это продюцируется на колоссальные мониторы, играет лаунж музыка, просто почти засыпаешь, все очень приятно, все окрашено в такие какие-то голубовато- розоватые тона операционные, и с пола, как на сцене открывается, и на лифте выезжают кресла, в кресле сидит хирург, девушка, и это кресло подъезжает с трех сторон к операционному столу, фронтально и два секунда, изображение девушек на одном экране, проекция музыка на втором экране, какая-то компьютерная графика на третьем экране, раздается щелчок и начинается отчет времени, 10, 9, на иврите, либо на английском, все, раздается zero, ноль, и голос говорит, begin, начинайте, и эти девушки что-то там начинают делать, а это все проецируется, это микро какие-то инструменты, у них лупы, микроскопы, работают 15 минут, на 10-й минуте начинается опять отсчет, заканчивается 15-ая минута, музыка прекращается, и они вот так отодвигаются, начинают ехать назад, открывается люк, и они куда-то исчезают, 2 минуты ничего нет, открывается люк, выезжают кресла, они же все в масках запьем, но это новые, это новая бригада, а та бригада этажом ниже, в этих креслах, тоже в стерильном помещении, тоже вот так сидя, у каждого свой ассистент, который либо дает сок пить, либо кормит, либо что-то, и они отдыхают 45 минут, я соврал, их 4 бригада, то есть они повторятся через, значит, вот они 15 минут поработали, 45 минут отдохнули, и они снова выедут, так вот, каждая последующая бригада выезжает, опять подъезжает, опять начинается отчет времени, и они начинают ровно с того, на чем те закончили, и вот так это, 16 часов, во-первых, спрашивается, а если бы не был изобретен интубационный накос, и переливание крови, вот, кстати, открытие, и все, а как бы это можно было делать операции в течение 16 часов, вот, когда пирогов во время Севастопольской войны, он как, давай марлю с эфиром, пах, на нос, народ, 5 минут ногу ампутируйся, а дольше 5 минут нельзя, больной скончается, потому что порог летальной дозы смертельной от засыпательной у эфира, он вообще не регулируется, ну, как ты маску приложил, подержал, чуть-чуть подавил, и все, а интубационный наркоз, он дозирован, ты можешь дозировать, управлять, там, снижать, там же эфира нет, там уже закись азота, и все, и поэтому, ну, как бы, хирурги уже, их не волнует время, лишь бы, и все такое, они сшивают 1800 нервных окончаний, и примерно 900 кровеносных сосудов, опять же, разумеется, не сами сшивают, ну, это атлас, и все, руки этих девушек застрахованы правительством Израиля, они не имеют права, если она, если ее увлечат, что она не может работать в силу травмы, или царапины на руке, которые она получила в силу нарушения правил, она лишается зарплаты, она еще будет платить штрафы, работают они до 35 лет, вот они кончают в 25 лет где-то институт, там стажировка, то есть фактически они работают 9-10 лет, они получают такую зарплату за эти тяготы, она же не может ни огород убирать, правда там нет, наверное, огородов, но тем не менее, руки, ну, а потом они работают либо преподавателями, либо простыми хирургами, все, но они говорят, я разговаривал со мной, что они устают так за эти годы, что вот и все, их подбирают по длине пальцев, по определенным манипуляциям, ну, это, вот, вот такие вещи. Очень интересная история, Игорь Моисеевич, у нас не так много времени до конца записи, достаточно много вопросов, в том числе, которые поступили от наших подписчиков в соцсетях, но вопрос в продолжение про медицину и про развитие медицины, на ваш взгляд, в каком направлении медицина будет развиваться в ближайшие годы, и сменился ли как-то прицел приоритетов, если можно так сказать, в медицине в связи с коронавирусной ситуацией? Ну, медицина будет развиваться, будет очень развиваться, потому что высокотехнологичная медицина, в медицине, на сегодняшний день медицина может делать то, о чем раньше вообще невозможно было даже думать. Вот, например, такое изобретение, это роботизированная операция, робот да Винчи, его, кстати, назвали в честь, да Винчи именно, это робот, который делает микро-манипуляционную хирургию в труднодоступных местах. Вот раньше мужчины, которые страдали от новой простаты предстоятельной железы, это же была калечащая операция, два этапа, он моему дедушке делали, он умер, дядя остался жив, но мучился, ходил, извините, с банкой на поясе, два года, потом с ВИЧ, потому что к простате подойти невозможно без полостной операции, без части резекции мочевого пузыря, она лежит в сопрошенном пространстве, понимаете, и это ужас какой-то, а если там опухоль аденома, ее надо удалять, потому что либо будет остановка мочи и спускания, и человек просто умрет, потому что она будет давить на мочевой пузырь и мочеиспускательный канал сдавливает, либо она переродится в рак, еще хуже, значит, надо удалять калечище операции. А что делает робот? А робот через мочеиспускательный канал удаляет простаты. То есть хирург сидит и выполняет на экране то, что там где-то в 40 сантиметрах от него или сколько на узком шланге микроскопическом, да тоже под микроскопом микроскальпинг делает эту операцию, а потом это все замораживается крео и выдувается оттуда. Операция длится целый 20 минут. Вот опять же ссылаясь на израильскую клинику, просто мне рассказывали, это по телевизору даже передавали, у нас все-таки ты пришел на робота операцию тебе сделали, ты потом что-то лежишь там два дня, говорят, и все. А там говорят, вот израильские хирурги дошли до такого уровня, что они роботом да винчи за 15 минут удаляют аденову простаты, пациент спускается в кафе, полчаса пьет в вестибюле клиники чай или что-то там на всякий случай, пребывая в ней, ну вдруг что-то 30 минут случится, а потом садится в такси и уезжает домой. Ну вот это можно было представить? Ну а сейчас будут вообще я думаю развиваться какие-то технологии, сейчас уже все эти искусственные суставы там прочее. То есть я думаю, что медицина пойдет по пути создания искусственных органов восстановительная медицина, высокотехнологичная медицина, ну вот. Ну и конечно молекулярная медицина, потому что с открытием новых молекул и молекул уже может служить как мишень для лекарственного препарата. Это так называемая целенаправленная терапия. Ну это конечно, если это особенно развивается в онкологии, конечно вот найти такие молекулы, которые могут явиться мишенями для определенных фарм препаратов и они вырабатываются злокачественными клетками и если их синтез остановить и опухоль в результате этого остановит рост, но это тоже будет выдающееся достижение. медицинская медицина и у нас выдающаяся медицина и у нас образование медицинское очень качественное, по крайней мере было и все. У нас, я бы сказал так, у нас отличная медицинская наука и врачевание и у нас абсолютно некудышная организация здравоохранения. и патомедицинская и патомедицинская. Ну, а что такое патомедицинская? Ну, оснащение. Ну, вот если робот-байничий есть в Израиле, здесь есть... Технологическое оснащение, наверное. Технологическое оснащение, да. Ну, у нас оно тоже уже стало лучше, особенно благодаря коронавирусу это вообще случилось невероятно. У нас теперь каждая больница оснащена компьютерным томокровом, а то двумя. Вот, это вообще невероятно, если понимать, сколько это стоит. Вот. У нас прекрасные руки. Ну, вот, например, меня могло не быть. Меня спас хирург, о котором я всегда говорю, Черников Роман Анатольевич, клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова, это университетская клиника сейчас на Фонтанке. Это прекрасный хирург, обычный врач, но сейчас он уже защитил диссертацию, но он каждый день оперирует, несмотря на то, что я медик, врач, не последнее место занимаю, я 10 лет назад худел, в общем, еле ходил туда-сюда, где меня только не обследовали, искали все виды злокачественных опухолей, ничего не нашли, пока студентка моя, глядя на мытарство профессора, один раз сказал, Игорь, здесь мне неудобно говорить, а вы гормоны щитовидной железы сдали, я когда сказал своим коллегам, он говорит, вы же нас сами учите на кафедре эндокринологии, худеете, нервничаете, я сдал гормоны щитовидной железы, прибежали девочки, лаборантки с анализом, говорили, Игорь Алексеевич, идите в церковь, ставьте свечку, вам повезло, у вас в 15 раз выше нормы, повезло, ну повезло, в том смысле, что нашли, ну все, меня к Черникову, я его не знал, там ультразвук, цитология, там вот такая опухоль, уже почти с прорастанием гортани, на операционный стол, и вот я перед вами, поэтому, понимаете, прекрасные, поэтому, а вот организация здравоохранения, организация здравоохранения, вот то, что делается внезапно и неорганизационно, у нас всегда хорошо, а вот то, что у нас планово, ну и конечно, сам подход, вот приезжает скорая помощь, у меня мама недавно ушла, царство ее небесное, она до этого, ну сердцем страдала, вот я вызываю скорую, приезжает скорая с каким-то электрокардиографом, у которого половина датчиков сломана, хотя врачи прекрасные, никто не берет мазок на миоглобин, там посмотреть, есть инфаркт или нет, ну понимаете, какое-то такое вот дедовское, вот приезжает скорая в Германии, я там работал, ну там чаще не скорая, там вертолет зависает, все, первое, что они делают, они делают не электрокардиограмму, электрокардиограмму может быть нормально, они на тропонин один берут слюну и прямо здесь же в пробирке смотрят по цветному окрашу, тропонин окрасился, инфаркт, все, забираем, ЭКГ при этом может быть стабильным, когда у нас тропонин будет делать скорая помощь, она до сих пор его не делает, хотя это уже масса стоит, в клиниках, да, вот в клинику привезут больного во вторую городскую больницу, там хорошая кардиохирургия, там сделают ему тропонин, но тропонин а в Германии еще 18 молекул сделают, чтобы понять, что это атеросклеротическая пляшка распалась и закупорила или еще что, поэтому медицина у нас вот такая, а здравоохранение у нас желает лучшего настроения. Игорь Малисеевич, очень много вопросов по поводу вакцинации, может быть несколько слов или советов с вашей стороны, как общий вопрос так бы сформулировал, возможно ли какой-то иной путь кроме вакцинации, какие-то предостережения, пожелания понимаете, вакцинация это же тоже не панацея. У нас известны случаи, когда провакцинированные пациенты и спутником, и файзером, и другими вакцинами, они заболевают, хотя течение легче протекает, определенный контингент людей вообще не может вакцинироваться в силу противопоказаний, но есть два пути борьбы с коронавирусной инфекцией, как и в общем-то с любой инфекцией, либо надо создать препарат действенный, либо надо сделать вакцину действенную. А третье это на ось, ну да, как повезет, популяционная генетика вам скажет, что одна четверть погибнет, если ничего не делать, внутри четверти все равно останутся. Но неизвестно же в какую четверть ты войдешь, правда? Что касается препарата, препарат создать быстро невозможно, это очень длительное исследование, мишень у него такая, это ангиотензин, превращающий фермент от метапхондриальной путь, опять же, вот мои молодые коллеги это представляют, это очень трудно создать такой избирательно-эффективный препарат, потому что там очень сложные пути энергетического обмена в метапхондриях, вакцина, да, если создать действенное, найти антитело против именно коронавируса, то, да, это может оказаться эффективным, но вирус мутирует, то есть изменяет свои свойства, поэтому как бы чудо-действие одну вакцину тоже трудно создать, но с другой стороны и саму вакцину эффективно. Теперь что касается характеристики вакцин, ну, я не знаю истории создания наших вакцин, но я знаю Академика Гинзбурга, которая возглавляет коллектив, который создал спутник Ви, это серьезный человек, по крайней мере брать он не будет, я его лично знаю просто. Я провакцинировался, почему? не от страха, просто мне предстоит ряд зарубежных поездок, и мне соответствующие органы этих стран меня приглашают на конгресс и разрешили въезд, но при наличии сертификата. Значит, эти страны, я в данном случае говорю про Словению и про Мальту, они признают спутник. Да. Вот. Поэтому у меня как бы выбора не было. Но я убежденный все-таки сторонник, что надо провакцинироваться. Понимаете? Потому что ну, я не буду называть фамилии, есть и известные, и среди моих знакомых, и коллег, люди потеряли близких. Это на самом деле, и это не разговор, что там вот скорые выстраиваются, это действительно вот не дай вам Бог посмотреть, что творится во второй больнице в ковидном отделении в красной зоне, но люди действительно такие. У нас институт, я вот работаю в институте в сфизио-пульмонологии, сейчас мы не принимаем больных, а в первую в первый локдаун министерство постановило, мы принимали больных. У нас, слава Богу, никто не умер, мы всех как, ну мы это, я говорю про коллектив, я не участвовал лично, выходили, но тяжелые, больные, понимаете, поэтому, ну по крайней мере, особых осложнений от спутника нет, про другие вакцины я просто ничего не могу сказать, вот, да, первую вакцину я перенес родителям спокойно, после второй вакцины меня немножко штормило в сутки, но тем не менее, вот, эффективна ли она, я не знаю, но по крайней мере, у меня сертификат будет, я могу куда-то поехать, вот, но я думаю, что она все-таки эффективна, потому что я говорю, я знаю Гинзбурга лично, и я ему верю, вот, что касается людей, имеющих противопоказания, тут я бы осторожно давал советы, потому что, ну если у человека аллергические реакции, это непредсказуемо, это надо посоветоваться с врачом-аллергологом, с иммунологом, и я просто не знаю. Вы считаете, это лукотворное, вирус лукотворный или все-таки естественный? Это вопрос либо к директору, к директору ФБР, либо к еще куда-то, но он из лаборатории Уханьска вышел, но откуда мы знаем, это они его сотворили или они его исследовали, никто же не признается, я просто имею свою точку зрения, но я бы не хотел ее в широком кругу освещать. Игорь Моисеевич, еще очень важный вопрос, касающийся борьбы, касающийся реабилитации после ковида перенесенного, как справляться с различными постковидными гадостями, особенно с пониженным снижением давления к вечеру, с дикой усталостью, или может быть какие-то рекомендации по реабилитации? Ну, если считать, что человек выжил уже просто перед этим с коронавирусной инфекцией, и если вирус, коронавирус считать, что он стоит в ряду вирусов, такой же, как вирус гриппа, вирус того же герпеса, пусть даже оспы, если люди выживают, это так называемый астенический синдром, но обычно врачи говорят, ешьте витамины, бывайте на воздухе, отправляйтесь в кругосветное путешествие, читайте хорошие книги, но мы же понимаем, что это, в общем-то, мягко выражаясь, болтовня. Вот. Ну, видимо, это симптоматическое лечение в каждом конкретном случае, смотря, что у человека, вот я знаю одного профессора, который перенес ковид, у него отекают ноги, он сейчас принимает мочегонное, но как-то справляется, потому что он говорит, вот утром встаю, ходить не могу, приму мочегонное, похожу немножко, уже расхаживаюсь, у кого-то парастези, то есть мурашки какие-то, они принимают никотиновую кислоту, витамин В, я просто, ну, как бы, не являюсь лечим врачом, да и терапевт там мало что посоветовать, ну, общеукрепляющая терапия какая-то, ну, это сложно, я думаю, что вообще это, это долгая история, затяжная, потому что, ну, вот мы занимались изучением, мы испытывали, я не могу называть в качестве рекламы, и пока еще исследование не кончится, мы занимались исследованием одного препарата по заданию на министерство и одной фармакологической компании, препарат показывает в качестве профилактического и общепрепляющего средства по нашим молекулярным данным достаточно хорошие данные, и сейчас будет решаться вопрос о включении его в инструкции по применению после ковида или в качестве профилактики ковида, ну, тогда его можно будет называть, пока он под таким шифром называния, по крайней мере, такие исследования проводятся, и мы видим, что там надо восстанавливать те молекулы, которые митохондриями продуцируются, потому что страдает вот эта дыхательная цепь митохондрии, и в результате наступает цитокиновый шторм, окислительный стресс, в общем, страдает как бы энергетическая составляющая всех жизненных процессов, и поэтому вот надо восстанавливать дыхание митохондрии, то, что вот сейчас, ну, в общем, на молекулярном, ну, это длинный процесс, ну, что, ну, я бы просто, если бы это были мои родственники, у меня есть такие знакомые, я советую пожить на даче, попринимать мультивитамины, поесть фрукты, вот. А про барокамеру что-то можете сказать, часто встречаются с советами, насколько это применимо для репетации? Ну, барокамера, она вообще улучшает кровоснабжение, кровообращение, но, опять же, это, понимаете, повышенное давление кислорода, это есть противопоказания, ну, это все как-то, когда меня спрашивают, я не могу ответить, у меня есть шутка, я говорю, знаешь, рюмка французского коньяка, и все пройдет. Ну, ну, я, я не компетентен в этом числе. Спасибо большое, я прошу прощения, нам нужно заканчивать запись, я предлагаю поэтому на оптимистичной ноте рюмку французского коньяка еще раз поблагодарить Игоря Моисеевича за то, что нашел время прийти сегодня к нам. Спасибо большое. Спасибо вам. Я...